Восточный фестиваль 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 Республику с нашей красивой, прекрасной культурой на уровне всех остальных республик и государств. Расскажи, пожалуйста, как у тебя происходил выбор песни? Почему именно эта песня? Кто автор этой песни? Все, что касается песни. Песню написала Марья Мхабова, балкарская поэтесса из Кабардино-Балкарии. Песня существует уже порядка двух лет. В основном она звучала где-нибудь на наших местных мероприятиях. Но теперь ее и услышала вся Россия, можно сказать, и весь мир, весь восточный мир. Она про любовь. Алдады Джурегим. У меня, наверное, процентов 90 песен про любовь. Но это то, что любит слушатель, то, что нравится. Поэтому, опять же, у меня была инициатива петь другие песни. Возможно, не побоюсь этого слова, заезженные наши песни в стиле Доалай, Ата Джуртум и так далее. Ну, чтобы как-то просветить нашу культуру. Но нет, благодаря Рельфату Ахмедовичу получилось так, что он выбрал именно мою песню и сказал, что ты будешь с ней. Инициатором моего появления там и отправления моей заявки был директор Центра культуры и досуга Прикубанского муниципального района Лида Хасанова. Она взялась за это и сказала, давай доведем до конца. То есть она сопровождала, созванивалась с организаторами и потихоньку, потихоньку, в общем, она меня туда и отправила. По поводу костюма, честно, я зашел, я был в Ростове за неделю до отправки в Казань и зашел просто в мой любимый бутик. Увидел черно-белый цвет, как мы любим на Кавказе, что-то черное и что-то белое. Больше ничего. Ну, сегодня я в синем, потому что ехать еще на мероприятие. Просто увидел костюм, он мне понравился, я его взял, отправил фотографию организаторам, и они сами там уже подстроили. Они все подстроили. Ребята, которые танцевали у меня на потанцовке «Кавказ-стайл», они были полностью в черном, я был в черно-белом. Свет декораций тоже в этом стиле, и картинка была просто сногсшибательная. В нашей предварительной беседе ты говорил о том, что организация была на самом высочайшем уровне. Расскажи. Я, наверное, честно признаю, что я никогда не стоял на такой сцене. На сцене, а я не говорю, что она была огромная или был масштабный бешеный зал. Нет. На сцене, где все было досконально сделано под артиста. Свет, музыка, декорация, опять же повторюсь. Как мы отточечно репетировали, как танцоры себя вели, как звучал микрофон. Для каждого коллектива, для артиста был свой подход. То есть выходил человек, на фоне был режиссер, который все подсказывал, где стоять, как делать. И опять же, концерт концертом. Ну, это все было в масштабах всего фестиваля. Как относились к участникам, как поддерживали. Не давали в обиду, можно сказать. Всегда за тебя все делали. Сейчас расскажу историю. Последнюю ночь перед вылетом мы приехали с банкета. Я помогал девочке с Адыгеей донести сумку. А свой кошелек, портмоне, я оставил на сидении автобуса. И мы зашли в гостиницу. Я подхожу к номеру, а у меня ключ от номера, получается, в этом кошельке. Телефон разрядился максимально. То есть мы с утра до ночи были там. Я бегом спускаюсь на ресепшн и вижу наших девочек, которые еще не уехали, а занимались другими артистами. Ну, координаторы. Я подхожу к ним, говорю, так-то, так-то, кошелек. А автобус уже уехал. Я говорю, давайте спросите, где он. Я вызову такси и съезжу, это сам заберу. Нет, автобусы они развернули только ради меня, пустой автобус, чтобы он привез мое паттмоне. Настолько все было, ну, для артиста поддержка. Все понимали, что устал и так далее. Для меня все делали и не давали вообще делать лишнего шагу в плане самому оплатить что-то, куда-то самому пойти. Нет, все рассказывали, все показывали и так далее. Успел сходить, посмотреть, конечно, Казанскую мечеть, в их Кремль. Но, признаюсь, я не взял с собой вещей и я не ожидал, что там будет так холодно. То есть у нас плюс 25, у них снег, слякоть, дождь и минусовая температура. Особенно прогуляться не удалось, но во время езды в автобусе, в такси я видел сам город, и он произвел на меня впечатление. Он небольших масштабов, но и немаленький, конечно же, как Черкесск. Декорации. Наверное, их античная такая в центре города культура тоже присутствовала моментами, напоминала Питер или Москву. Сами татары, которые, вроде ты их понимаешь, а вроде не понимаешь. Но если они помедленнее разговаривают, ты их понимаешь. Они понимают полностью тебя. Впечатлений много. И то, что дала сама сцена, само участие, опыт, опыт, стремление. И, наверное, я тот человек, который будет делиться всем этим с другими артистами и говорить, не останавливайтесь на региональном уровне. Двигайтесь, пробуйте. Казань для меня дала положительные эмоции, много эмоций. И на сегодняшний день, наверное, я до сих пор под ними нахожусь. Эта неделя прошла после прилета. Я понимаю, что такой уровень, он будет через год, снова в Восточный базар. И снова я хочу, чтобы Карачаево-Черкесию кто-нибудь представил. И еще скажу, опять же, на банкете во время вручения дипломов прозвучала такая фраза от ведущего банкета. Это уже была неформальная обстановка. Нас повезли покушать, пообщаться. И началось награждение. И ведущий банкета, клянусь, я даже у меня видео есть, говорит, кто бы мог поверить, Карачаево-Черкесия, Руслан Идиев. То, что Карачаево-Черкесия, Руслан Идиев, понятно. Меня зацепила фраза, кто бы мог поверить. В плане того, что не ожидал сам ведущий увидеть Карачаево-Черкесию, потому что мы не представляем нашу республику на таких международных, междунациональных фестивалях. Я знаю, что сейчас ты являешься артистом Дома культуры Прикуванского района. Что нового интересного происходит в твоей творческой жизни? Ну, в основном это концерты регионального уровня. Недавно, например, был День Учителя, где мы полностью поддержали Министерство образования в их концертах, в их мероприятиях, форумах. Работа есть, это самое главное. Каждый день какие-то мероприятия, каждый день концерты. Не сидим на месте, благодаря нашему директору Лидии Аслановне. Есть работа, это уже хорошо. Тем более, если она направлена на просвещение себя как артиста и показать, как говорится, культуру своей республики. Руслан, мы все знаем, что творческие люди, они немножко ранимы, они отличаются от обычных людей, и они острее воспринимают как-то вот несовершенство жизни. Им очень сложно, если какая-то неудача, мобилизоваться, идти дальше работать. Вот как ты себя мобилизуешь? Потому что ты постоянно на сцене, постоянно ты ведущий каких-то мероприятий. Как у тебя получается собрать себя? Знаете, некогда грустить, некогда обращать внимание на какой-то негатив, да. Нас заряжает позитив всегда. Я желаю всем артистам, в том числе и себе, и всем людям, которые непосредственно работают с обществом, с людьми, чтобы они получали только позитивные эмоции. Потому что тратить на негатив себя – это тяжело. Единственное, да, хочется по утрам спать. Потому что все мероприятия, они обычно по вечерам. Но даже это, как говорится, сон для слабаков, и нам это никак ничем не мешает. Ну, что касаемо творчества, наверное, уделять больше времени контенту, создавать больше песен, ежедневно работать над этим. Но отвлекает и забирает много энергии, конечно же, мероприятия, после которых ты приходишь и ничего не хочешь. Но утром встал, голову поднял, нос вперед и пошел работать, как говорится. Из больших, наверное, планов – я, наверное, хочу жениться. Не то, что «наверное», а уже «нужное». И все некогда, некогда найти ту самую. Но даст Всевышний, даст Бог, это тоже произойдет. Руслан, я еще раз благодарю тебя за участие в нашей программе. Я желаю тебе, чтобы вот все задуманное у тебя осуществилось. Творческих успехов тебе. Спасибо. Спасибо.